Забрал головку, тоже помыл ее димексидом, сняли 12 соток с головки, головка была действительно маленько поведенная. Вот так вот выглядят новые клапана, заменили все, досталось по всем выпускным клапанам, их все загнуло. Выпускные остались целые, но рисковать не стал, быстрее всего по ним удара не было, не экспериментировали, заменили все клапаны. Клапаны взяли фирмы AE, вот такие клапаны, да фирмы AE, идет V94 493, это по-моему выпускные, а 94 492 это впускные. Старые клапаны забрал, это вот получается впускные клапаны, если посмотреть какие они стали. Это вот выпускной клапан, он относительно прямой, но след есть. По всем клапанам досталось. Но замечательно, что не сломала ни одну направляющую. Вот такие клапаны. Так что, в принципе, все обошлось довольно таки легко. Ну колпачки тоже заменили сразу, колпачки дубовые, но еще сидят плотненько. Ладно, убираю этот мусор. Вставляю на место компенсаторы. Пока, пока маслом не мажу, сейчас распредвал буду укладывать. сверху налью масло. Все компенсаторы установил, теперь сверху каждый компенсатор и шейку мажу маслом. Музыка. 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 Эти поверхности обезжириваю. Обычно обезжириваю и прохожусь, здесь я помажу локтайдом. Также обезжириваю крышки. Крышки я тоже помыл димексидом. Мне нравится как он все отмывает на алюминии. Теперь беру локтайд и наношу локтайд. Тонким слоем. 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 Смазываю постель. Тонким слоем. Тонким слоем. Тонким слоем. Тонким слоем. tengan высокопрочки. Высокопрочные. Резьба полностью выходит. И шайбы тоже высокопрочные взял. Наживляю все и затягиваю. Ну и подтягиваю все. Все, подтянул, видно лактайт выступил. Также обезжириваю, смазываю постель. И накрываю второй крышкой. Направляющая туго заходит. Ну и тоже наживляю и все подтягиваю болты. А уже после этого динамо подтяну. Здесь 9 Нм, по-моему. Посмотрю по этому, по мануалу. Выставил. Надо другой купить еще с меньшим показанием, чтобы щелчки явнее слышно было. Так. 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 беру сальники сальники фирмы кортека номер 200 154 57 b головочка на 36 все и также устанавливаем второй сальник кромочку мажем маслом и и и и и и Все, сальник здесь садится глубоковато, потому что вот он паз под пыльник, то есть пыльник должен зайти на распредвал, паз проточен далековато. Ставлю крышку. Субтитры делал DimaTorzok А теперь наживляем шкивы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и подтягиваюсь сразу их. Так, это получается впускной. Первый от 18 до 22 ньютонометров. Ставлю 20. Так, 20 ньютонометров. Удивительно. Так, и выпускной 25-35, ставлю 30 ньютонометров. Тридцать четыре поставлю. Тридцать четыре поставлю. Ого, как много. Так. 100-120, ставлю 112. Ключ на 24, распредвал держу. Так, а впускной у нас получается 80-90. Ставлю 85. Так, 84-85. Голова ездит. Все. А теперь ставлю сзади термостат. Вот эту прокладку, к сожалению, новую не заказывал. Поэтому сажу ее на тонкий слой герметика. Вообще, тонкий-тонкий. Сейчас размажу, лишнее поубираю. Прокладка профилирована, но она уже обжата. Здесь не для создания прокладки, а для герметичности. Поэтому очень-очень тонко размазываю по всей площади. Все она добавляет радио кухгане и моста. Прокладки, пищевая. Не жаль. Утаковая вода. Удивную кухня. На жаль, уходи, а ласково. Ее не давать. Алие. Удивную кухню… Чика, дыхание. Удивную кухню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и протягиваю Добавляю Устанавливаю Головку Вернее, еще не все Я сразу Штифтами зафиксирую Распредвалы Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, головку установил